Добрый вечер! В прямом эфире новости на ТНВ, в студии Альбина Слагараева. И вот о чем расскажем прямо сейчас. Олимпийцы прилетели! Пока еще никак не могу ехать до дома. Татарстан встречает олимпийского призера Андрея Ларькова. Насколько яркими выдались моменты встречи? Рамиль Шайдолин. Скакнут ли цены на жилье? Вещи, которые говорят о том, что надо увеличивать только стоимость жилищного строительства, нет. Хотя мы предполагаем, что в принципе на рынке это произойдет. Сколько будет стоить квадратный метр по социепотеке? И кто отметит новоселье в Словатку ПР уже завтра? Узнал Словат Мухамадулин. Взаимные впечатления. Это огромное удовольствие находиться здесь. Здорово, что у нас на таких должностях находятся именно такие люди. Каким татарстанцы увидели американского посла и какой он запомнит республику Лина Синатулина? Такая патология приходится лишь на одного новорожденного из 10 миллионов. Потому что это крайне редкий, ранее неописанный в международной классификации болезненный синдром. Как татарстанские врачи спасли жизнь маленькому пациенту Анна Городнова? В сутки, чтобы побыть дома с родителями и вновь на соревнованиях, уже завтра олимпийский призер, татарстанский лыжник Андрей Ларьков улетает в Финляндию на этап Кубка мира. Минувшие ночи он прилетел в Казань из Южной Кореи. В аэропорту его встречали родственники, друзья и болельщики. Цветы, плакаты и слова восхищения. Он привез в республику сразу две медали – серебро и бронзу. Как в одно мгновение сбываются мечты, Рамиль Шайдулин. Те самые лыжи, что принесли всемирный успех. Позади остались крутые склоны и тысячи километров от Пхенчкана. Впереди долгожданная встреча с близкими и поклонниками. С 5 ноября сегодня месяц, 7 дней было. Первые цветы и пока свои главные победы спортсмен везет родителям в Зеленодольск. В родном Татарстане Андрея ждет его самая большая армия фанатов. Самые близкие – дома, друзья в аэропорту. Почти у самого трапа те, кто болел за Андрея на Олимпиаде, и те, кто буквально сам раскатывался спортсменом в его первую лыжню. Десятки друзей и болельщиков встречают олимпийского призера как чемпиона. Сергей Гударев, друг детства, следил за Андреем на Олимпиаде, буквально не отрываясь от телевизора или смартфона. Вспоминает, что последняя и решающая гонка для него выдалась самой нервной. И как раз мы едем, показывает, финиширует Фин Нисканин, Саша Большунов у нас второй, и трансляция обрывается. Представляете, что у меня творилось в душе? А что творится в душе татарстанской лыжницы Анны Нечаевской? Одно ей известно. По возвращении из Олимпиады Анне сделали предложение прямо в аэропорту Шереметьево. Олимпийскую чемпионку Алину Загитову встречают букетами, овациями и баннерами со словами «Ты татарская принцесса». Реакция на олимпийский фурор татарстанцев. Эта Олимпия показала, что у нас у молодого поросла большой потенциал. И молодые спортсмены, которые даже, наверное, многие не надеялись, они показали на полную силу и привезли большое количество медалей. Личное золото и командное серебро у Алины Загитовой, бронза у Анны Нечаевской и серебро у Андрея Ларькова. Но это не только их заслуги, считают спортсмены. Это победа болельщиков, тренеров и всей команды. Что касается команды обеспечения, доктора, тренера, массажиста, сервисмены, сработали все превосходно у нас, все молодцы. Всем спасибо. Впереди день передышки и выезд уже на чемпионат мира в финский Лахти. Времени останется разве что увидеться с родителями, да поесть домашней еды. Специально для сына семья налепила гору пельменей. Ради такого стоило побеждать. Рамиль Шайдулина, Мерзалюшев, ТНВ, Казань. За камней республики оказалась в центре сильного снегопада. Засыпали, снега не было, проснулись, засыпало. Автомобилистам пришлось откапывать свои машины. В Нижнекамске снежные шапки доходили до 20 сантиметров. На уборку города вывели 26 единиц техники и 45 дворников. В Челнах снегопад сопровождался порывами ветра и понижением температуры. Уже к началу рабочего дня центральные проспекты были очищены. Так и должно. Февраль весь кончается уже. Что природе предназначено, это должно быть. Наша работа, ничего не сделать. Трактор не успевает. Тоже вот проехал, нам свалил, мы снова туда теперь с утра сюда, пусть обедем обратно туда. По несколько промплощадок в каждом районе, при этом они должны работать. Такую задачу перед главами сегодня вновь обозначил Рустам Яниханов. О развитии промпарков, повышении производительности труда и недостаточной функциональности многофункциональных центров говорили нас совместные коллеги Министерства экономики, промышленности и торговли. Акцент расставит Леонид Сабирова. Робот, собирающий яблоки. Разработки малых достижений средних и крупных компаний. Экономическая модель Татарстана на выставке. Валовый региональный продукт в прошлом году вырос на 3%. Основной вклад в рост экономики, промпроизводство, сельское хозяйство и торговля. Конкурентоспособность за повышением производительности труда. 5% в год. Минимальный показатель роста производительности труда на средних и крупных компаниях. Задача, поставленная президентом страны. В прошлом году в стране была принята приоритетная программа. Насколько мы сегодня конкурентны, сохраняется значительное отставание России. Мы не достигли тех уровней производительности, которые наблюдались в ведущих странах 20 лет назад. Татарстан основательно взялся за это 5 лет назад, запустив свою региональную программу производительности труда. Мы провели многофакторный ретроспективный анализ в республике с 2005 года. За данный период уровень производительности труда в республике увеличился в 3,7 раза. Производительность труда обеспечена не за счет интенсификации труда, а в первую очередь благодаря формированию современных и экономически эффективных производств. Повышением эффективности отличились предприятия нефтегазохимии и машиностроения. К сожалению, пока не все наши предприятия заинтересованы. Только 42 предприятия принимают участие. Я считаю, что здесь министерство промышленности должно активизировать эту работу. Мы должны максимально охватить все наши предприятия. И это должна быть главной темой для каждого руководителя производства труда. Это ваша конкурентность, это ваше будущее. К малому бизнесу по производительности требования не ниже. Так, резидентами территории, опережающей развитие Нижнекамск, смогут стать только высокотехнологичные. Мы должны подбирать те проекты, те производства, которые на начальном этапе будут обеспечивать вот эту производительность, ее эффективность. Развитие малого бизнеса для сельских районов – новая точка роста. Хотя в 10 районах возможностью создания промплощадок не воспользовались. Президент поручил главам мобилизоваться. Пока не на должном уровне работа многофункциональных центров. Не хватает программных продуктов. Шейхуддинов, наверное, здесь. Вот человек, который пока не приложил достаточно усилий. Я думаю, что с нашей стороны будет оказана поддержка. Но мне стыдно за то, что мы оказались в этой ситуации. Также президент призвал обратить внимание на обучение предпринимателей, развивать корпоративные университеты. Лиза Ансабирова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Умные камеры, всевидящие роботы, интеллектуальные мониторы. Сегодня в Казани презентовали технологии, которые будут управлять дорожным движением. Все в рамках международного научно-практического форума. Мимо разработок не прошел Рустам Мениханов. Два дня ученые и инженеры будут обсуждать вопросы организации дорожного движения и транспортных систем в крупных городах. Республика Татарстан находится на пересечении международных транспортных коридоров, север-юг и запад-восток. Мы понимаем значимость повышения эффективности транспортного комплекса и системно занимаемся внедрением современных разработок в инфраструктуру. В республике наработан определенный опыт в области создания и внедрения интеллектуальных систем в сфере организации дорожного движения. Цены на соципотечное жилье не повысятся. Сегодня об этом сообщил глава Госжилфонда республики. Как говорит Алгат Абдулин, у фонда есть свой механизм работы, который должен обеспечить устойчивость. Эти опасения вызваны были тем, что с 1 июля вступают в силу изменения в закон о долевом строительстве. И они могли повлиять на цены. Подробнее Слават Мухамадуллин. Вот они, наши ключики! Получат ключи и начнут праздновать новоселье уже завтра владельцы квартир в доме 12,4 в Салават-Купере. Пока они будут заселяться, их соседи из 11 микрорайона подождут. Но немного. Задача перед подрядчиком сдать три долгожданных дома до конца марта. Уже летом этого года в Салават-Купере начнут сдавать 7 и 8 кварталы. В планах в 2019 сдача 2 и 3 микрорайонов. Как заверил глава госжилфонда, все очередники, как в городах, так и в районах, должны получить свои ключи от квартир в намеченный срок. Вместе со сроками сдачи домов многих татарстанцев волнуют и цены на жилье. С 1 июля вступит в силу изменения в законе о долевом строительстве, что это привнесет на рынок. Конечно, переживания на эту тему есть о том, что жилье может стать дороже. Но с точки зрения того механизма, который существует в государственном жилище фонда при президенте республики Татарстан, мы таких вещей не ожидаем, потому что мы создали систему, при которой эта проблема решена. Таким образом, цены, как например 1 квадратный метр в Салаватку Паре, сейчас 34 тысячи рублей, должны сохраниться. В помощь должно прийти и развитие системы арендного жилья. Мы во всех городах и районах имеем такие помещения, или в этом году строятся. При этом объем домов соразмерен среднему жилому дому, который находится в том населенном пункте. Если и в Черемшанах, у нас там 16 квадратных жилых домов, а в Займске там 32, он побольше немножко. Говорили сегодня и об инфраструктуре социопатичного жилья. На строительство автомобильных дорог второй очереди в Салаватку Паре только в этом году выделили порядка 380 миллионов рублей. Салават Мухаммадолин, Александр Лобанов, ТНВ, Казань. Аварийщики, непризнанные и бывшие, сегодня обсудили свои проблемы с главой Минстроя Ириком Файзулиным. Одни казанцы лоббировали признание своего дома аварийным, вторые спрашивали, смогут ли получить выплаты по ипотечному займу. Когда вопросы и надут свои решения, Альбина Минебаева. В 1986 году после пожара, потому что здесь была все чернота копоть, вот в то время делали побелку, а больше не было. Стены трехэтажки на улице Галактионова еще помнят революцию, дом 1914 года постройки. При этом он до сих пор не признан аварийным. За 100-летнюю историю ни разу не было и капремонта, говорят жители. Студ спуститься на один этаж ниже и цивилизация отдаляется еще больше жильцов этой квартиры. Отопление вовсе не подведено. Он отапливается по старинке дровами, вот здесь вот они сложены впрок. Почему дом в центре Казани оказался потерянным? С документами Альфия Хисматова сегодня пришла на прием к министру строительства. В начале 2000-х их дом уже признавали ветхим. И вдруг пришло письмо, якобы по нашей же просьбе, сняли нас с ветхости. Слишком много людей, видимо, жилов в вашем доме, поэтому и не сумели добраться до него и снести. Сейчас мы посмотрим еще и вопрос, насколько Минкультура жесткие условия по вашему дому ставит. Сейчас Минстрой формирует новую программу расселения из аварийного жилья. Возможно, в нее войдет и этот дом. Другая история на приеме. Что делать с аварийщиками, которым во время переселения обещали погасить ипотечные займы? Мы хотим, что нас бы уравняли в правах. То есть погасили за нас ипотеку, вернули наши лично внесенные средства. Оплаты, она не везде будет. Возможно, у кого-то из вас не решится. У кого-то может решиться. Закрытие займа будет решаться индивидуально, сообщил министр. Механизм погашения сейчас на рассмотрении правительства. Альбина Винебаева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. ЖКХ, выплаты пенсии, приватизация и получение гражданства. Эти вопросы, как оказалось, волнуют казанцев больше всего. Сегодня они смогли их задать на встречу в общественной приемной с 10 до часа дня. Следует отметить, такие встречи проходят еженедельно. Сегодня прием вел депутат Госдумы Эрик Зинуров. Завтра прием проведет депутат Госсовета Республики Татьяна Воропаева. Тема – демографическая перезагрузка. Будут рассмотрены обращения, связанные с участием в специальной ипотечной программе семей с двумя и более детьми с использованием средств материнского капитала. Школа в микрорайоне Неслават Купере должна открыться к новому учебному году. Примет 1224 человека. Она полностью покроет необходимость в учебном заведении для жителей первой очереди комплекса. В будущем здесь появится 22 детских сада, 7 школ, несколько паркингов. Анна Городного оценила перспективы. В новой школе будет работать сразу два бассейна. Для старших классов 25 метров в длину, для младших 12 метров. Вода будет подогреваться, а для удобства школьников здесь будут работать сразу 4 душевые комнаты. Бассейн на первом этаже, спортзал на третьем. Это отдельный спортивный блок с игровыми залами, с нарядами, чтобы не мешать учебе. Вход в школу по пластиковым пропускам. У учеников начальных классов своя зона. Помимо учебных классов у малышей будет игровая комната и даже спальня. Это горячие. Столовая обеспечена полным циклом приготовления пищи. Подрядчик фирмы «Октаж» за стройку. Они взялись после сдачи 13-го квартала Салават Купере. В багаже большой опыт и в строительстве школ. Это будет отвечать самым современным требованиям. Школа полностью оборудована всей инженерной инфраструктурой, включая системы безопасности, как дымоудаление, подпора, компенсации воздуха, пожарно-охранной сигнализации, системой кондиционирования отдельных помещений. 25 тысяч квадратных метров. Это актовые залы, библиотека с читальным залом, медиатека, медицинский кабинет. Такая же площадь у прилегающей территории. За ее благоустройство возьмутся уже весной. В здании тепло, идет чистовая отделка, облицовка плитками, идет начинка оборудования. Никаких сомнений, что эта школа не будет задана, срок у нас нет. 1 сентября в школу смогут пойти 1224 ученика. Родителям больше не придется возить детей в соседние за несколько километров. Так Салават Купере постепенно наполняется инфраструктурой. Уже работают два детских сада, магазины шаговой доступности, отделение банков, жители в ожидании детской поликлиники. Она может появиться в течение полугода. Анна Городнова, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Это новости на ТНВ и далее в программе. Взаимные впечатления. Это огромное удовольствие находиться здесь. Здорово, что у нас на таких должностях находятся именно такие люди. Каким татарстанцы увидели американского посла и какой он запомнит республику? Лена Синатольевна. Такая патология приходится лишь на одного новорожденного из 10 миллионов. Потому что это крайне редкий, крайне неописанный в международной классификации болезни синдром. Как татарстанские врачи спасли жизнь маленькому пациенту Анна Городнова. Я никогда не забуду эту поездку, сказал он в Казани. Новый посол Соединенных Штатов Америки в России Джон Хансман завершил знакомство с Татарстаном. Среди партнеров которого США в пятерке самых крупных. Стороны открыты как для торговли, так и для инвестиций. Пример этого сотрудничества – казанский ТЭЦ. Здесь работают американские технологии и оборудование. Его принимал Рустам Мениханов. В целом у посла в Казани было много встреч. Среди множества всего спрашивали его и о санкциях. Джон Хансман отметил, что они есть, но отношения с Россией для США очень важны. Так как российская цивилизация гораздо старше, чем та, которую представляю я. Какой он увидел в Казани, что останется в заметках тех, кто с ним лично пообщался. Лена Зинатулина. Это огромное удовольствие находиться здесь, в Татарстане. Очень, очень особенной части России. Особенное исторически, экономически и культурно. Так посол отозвался о республике на встрече в КФУ. Почувствовать уникальность региона ему удалось, как говорится, с порога. Какой прием! Рад приехать в Казань впервые! И сразу самая неформальная встреча. Джон Хансман отправляется прямиком в казанское кафе, садится за клавиши и вместе с музыкантами казанской группы устраивает настоящий блюзовый джем. Сидели в кафе в Казани и меня пригласили поиграть с группой «Ледокол Пушкин». Круто! Лидер ансамбля Сергей Костюжов рассказал, что даже авторскую песню на стихи Пушкина Хансман легко подхватил. По-музыкански он спросил, какая-то анализ, в общем-то, я рассказал ключевые моменты. Мне показалось, что человек искренний, восторгался нашим городом, говорил, что в Казани очень интересная архитектура, и не каждый американский город может похвастаться такой архитектурой. Невероятная встреча с историей в Казанском Кремле. Этот великолепный памятник культуры, мощное напоминание о том, что разнообразие – это источник силы. Коллеги из посольства написали, и первая реакция была, что это шутка какая-то. Фотограф Саша Гром для посла провела уже совсем другую экскурсию. Полчаса в старом центре «Казань, как она есть». В маршруте экскурсии красота Казани в тихих улочках, дворах и каждой мелочи. Особенно посол оценил вот этот забор старого дома казанского художника Александра Бусыгина. Лыжи вместо досок, сабли, игрушечный вагончик – чего только нет. Словом, настоящий арт-объект. Мне показалось, что это очень добрый, искренний и такой настоящий человек, потому что для него, например, очень важна его семья. У него семеро детей, у него прекрасная жена. Мне кажется, это отличный пример для многих. Отец семерых – дипломат и просто знающий человек. Успел посол встретиться и с руководством, и студентами двух университетов – федерального и медицинского. Знания гостя в вопросах здравоохранения поразили ректора КГМУ. Человек харизматичный, человек, который держит публику. Удивила его осведомленность различного рода аспектами, связанными с доступностью медицинской помощи, уровнем медицинской помощи. Я вернусь отсюда уже гораздо более информированным, как американский дипломат. Информированным не только о столице республики, кино и о городе будущий Войнополис и острове Градис-Виярск. Их посол посетил напоследок уже сегодня. Лина Зинатульна, Рамзель Гарипов, ТНВ «Казань». Восемнадцать дней остается до 18 марта выборов президента России. Региональные избирательные штабы кандидатов сегодня провели ряд мероприятий. Информацию о них собрал Дмитрий Аринин. В региональном избирательном штабе Владимира Путина сегодня прошла встреча с доверенным лицом кандидата – Вячеславом Бочаровым. Герой России рассказал о своей биографии, вспомнил историю знакомства с Владимиром Путиным. В разговоре с волонтерами обсудили вопросы добровольческого движения и патриотического воспитания. Сегодня я встретился в избирательном штабе с добровольцами из избирательного штаба Владимира Владимировича. То для меня эта встреча послужила как новым таким энергетическим зарядом. Теперь стало ясно, в каком направлении стоит работать волонтером и куда больше делать акценты. В Татарстанском предвыборном штабе Бориса Титова сегодня провели встречи с доверенными лицами кандидата. Также сегодня обсуждали участие в дебатах и распространение агитационной продукции. Сейчас у нас самые горячие три недели – это дебаты на телевидении и на радио. Наша основная задача – достойно выступить и представить нашего кандидата. В республиканском предвыборном штабе Максима Сурайкина сегодня выдали удостоверение недавно утвержденным доверенным лицам кандидата. Также здесь сегодня готовились к участию в дебатах и распространению агитпродукции. Будем раздавать газеты по всем и отправлять наши основные горкомы. Это набережные Челны, Бугульмов, Чистополь, Зеленодольск, все, где у нас есть горкомы, Варск. Мы туда будем все эти агитационные материалы сейчас отправлять и раздавать. На сегодняшний момент идут активно выступления по телевидению. Такую же работу ведут и сторонники Владимира Жириновского. Координаторы районных отделений, они организовывают встречу с избирателями, поэтому с нашими же активистами, членами партии встречаются, рассказывают, воздают вот эти агитационные какие-то разные материалы, показывают. Информация о сегодняшней работе республиканских предвыбанных штабов Ксении Собчак, Сергея Бабурина, Павла Грузинина и Григория Явлинского редакция не располагает. Дмитрий Иринин, Андрис Натальцев, ТНВ, Казань. До главных выборов России остается меньше трех недель. Сегодня мы спросили татарстанцев, пойдут ли они выбирать президента. Я обязательно пойду выбирать, потому что ты знаешь, что от того, что я пойду, уверен, что зависит, кто будет у нас президентом. Ну, от меня зависит мое будущее. Да, я пойду голосовать на выборы, буду выбирать президента, потому что мой голос очень важен, так же, как и голоса остальных людей нашей страны. Ну, обязательно, 18 числа я обязательно пойду на выборы президента, чтобы свой голос, своим голосом, наверное, дальнейшее будущее нашей страны определить. Да, конечно, я пойду обязательно на выборы, буду выбирать президента. Это мой долг гражданский и, в конце концов, у меня дети, внуки, уже пора думать о них. Я на выборы президента, конечно, пойду, как можно жить в стране и не участвовать в самых главных выборах руководителя нашей страны. Да, мы пойдем выбирать президента. Почему? Потому что нам не безразлично будущее нашей России, нашей страны. А вместе с семьей пойдете? Естественно, с мужем, все с ребенком, с мамой, с папой. Рейтинг хирургической службы республики возглавили больницы скорой медпомощи Челнов, Алексеевска и Заинска. Лидеров озвучили сегодня в День хирурга Татарстана. Ежедневно в операционных республике трудится 633 хирурга. В образовательном центре высоких медицинских технологий подвели итоги деятельности хирургической службы. Аутсайдерам, к сожалению, из года в год остаются одни и те же хирургические отделения, одних и тех же центральных проинболиц. Неоднократно мы об этом уже говорили. Это хирургические службы Гитозинского, Пестричинской, Новошешминской, Дексубайской центральной районной больницы. Сейчас мы расскажем историю, как целая бригада высококлассных хирургов сотворила чудо. Они спасли жизнь маленькому пациенту. В течение пяти лет мальчик перенес 7 операций. Врачи столкнулись с уникальным случаем в мировой медицине. Вероятность рождения ребенка с такой патологией – один случай на 10 миллионов. Тысяча спасибо врачам от родителей ЗИДУ. Прогулка с собакой, потом детский сад, музыкальная школа и плавание. День шестилетнего Титуса расписан по минутам. Когда я выучу все ноты, я смогу играть на пене, на электронах. Мальчику было всего 7 месяцев, когда у него обнаружили патологию. Сочетание онкологии с пороками развития мочеполовой системы. За пять лет ребенок перенес 7 операций. Слава Богу, нам попался очень замечательный человек, Нейлер Роменович Акрамов. Это врач просто от Бога. Ну, чудеса делает. Ребенку сделали сложнейшую операцию. Удалили огромную опухоль почки. Она весила около 500 граммов. Это 10% массы тела ребенка. Опухоль была в опасной близости от брюшного отдела аорты, спаянной селезенкой и поджелудочной железой. Казалось, болезнь отступила, ребенок поправился. Но через 8 месяцев на почке выявили еще одну опухоль. После начался этап пластических операций по восстановлению половых органов. Лечение такого сочетания заболеваний не описано даже в международной литературе. Последние результаты, которые мы получили, генетического типирования, они подтверждают то, что это крайне редкий ранение, описанный в международной классификации болезни и синдром. Как он будет назван, мы пока еще не знаем. За плечами Наиля Акрамова более 5000 операций и 20-летний стаж. Несмотря на опыт, каждая операция говорит, это риск и настоящее чудо. Команда врачей, а это и Айдар Закиров, Гузаль Шахирова и Ильсия Осипова сделали невозможное. Несмотря на то, что агрессивное достаточно вмешательство, это не повлияло ни на развитие ребенка, ни на психическое, ни на физическое. Ребенок, слава богу, развивается. Вероятность рождения ребенка с такой патологией составляет всего один случай на 10 миллионов. Успех врачей признают коллеги, ведь летальность при таких патологиях каждый второй. Иногда говорят, это звезды, а на самом деле такие звезды в прямом понимании нужны, и они обязаны быть в любой клинике. Если ты доверяешь человеку, то, соответственно, работа будет продвигаться намного быстрее и легче. Самое главное, чтобы в конце мы получили один результат. Это здоровый ребенок. Мальчик еще остается под наблюдением врачей. Родители не перестают благодарить их, ведь они вместе победили рак. А мальчик может вести полноценный образ жизни. Анна Городнова, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов 112», а сейчас прогноз погоды. Я же прощаюсь до завтра. Всего доброго и до свидания. Бадминтонистка из Татарстана Евгения Косецкая стала обладательницей бронзовой медали международного турнира, проходившего в швейцарском городе Базили. В женском одиночном разряде представительница республики заняла третье место, наступив в полуфинале Саяко Тахашами из Японии, которая в итоге стала победительницей турнира. Следующим стартом для студентки Павловской академии станет международный турнир «Ёнекс Джерман Оупен», который состоится с 6 по 11 марта в Германии. Дзюдои сборной команды Татарстана и России челнинс Нияс Белалов завоевал бронзовую медаль на турнире «Большого шлема» в Дюссельдорфе. Престижный турнир собрал на своем татаме 500 лучших дзюдоистов из 65 стран мира. Зрителем ярких сваток стали 14 тысяч жителей и гостей старейшего города Германии. Нияс Белалов – лидер сборной команды Татарстана, воспитник челнинской спортшколы «Олимпийский», имеет звание мастера спорта международного класса. Также бронзу этапа гран-при серии по прыжкам в воду завоевал Никита Шлейхер. Соревнования прошли в Ростоке, Германии. В общей сложности в турнире принимали участие порядка 120 спортсменов из 24 стран мира. В состав российской команды вошли два представителя республики – Никита Шлейхер и Александр Белевцев. По итогам соревнований третье место в прыжках с трамплина трех метров завоевал Никита Шлейхер. Алмаз Гафиатов, ТНВ, Казань. Здравствуйте! Поговорим о погоде. Спонсор выпуска – изготовитель корпусной мебели на заказ Данил Мастер. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать в феврале со скидкой 20%. Данил Мастер, Казань, Восстание 23, телефон 2-167-166. Ну что ж, а теперь о погоде. В Татарстане сохраняется морозная погода. Местами будут наблюдаться осадки. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке республики будет облачно. Временами пройдет снег. Температура воздуха составит минус 15 градусов. На северо-востоке республики будет пасмурно и снежно. И до 13 градусов мороза. На севере Татарстана облачно. Временами со снегом и до 13 градусов ниже нуля. На северо-западе республики облачно с прояснениями. Местами пройдет снег. Температура воздуха там составит около 14 градусов мороза. На юго-западе Татарстана будет облачно. Пройдет снег. Температура воздуха там составит минус 15 градусов. В центральном районе Татарстана ожидается облачная погода. Пройдет снег. Температура воздуха составит от 13 до 16 градусов мороза. В последующие сутки температуры в республике начнут повышаться. Татарская усадьба служит примером высокой татарской кухни по старинным рецептам. Только здесь подаются блюда из настоящей дровяной печи. Татарская усадьба. Национальное гостеприимство в современном воплощении. ГРК Татарской усадьбы находится в памятнике архитектуры второй половины XIX века. Здесь можно отведать национальную кухню, посетить галерею народных промыслов, а также остановиться в уютной гостинице. Татарская усадьба. Национальное гостеприимство в современном воплощении. В предстоящие сутки в Казани ожидается облачная погода. Временами пройдет снег. Температура воздуха составит около 14 градусов мороза. Ветер северный, умеренный. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Магнитное поле Земли спокойное. Спонсор выпуска, выставочный оператор «Союзпромэкспо» приглашает посетить выставку «Екатеринбург-халяль-экспо» со 2 по 4 марта в Центре международной торговли. Все о халяль-индустрии, качественных продуктах и технологиях. Екатеринбург, улица Куйбышева, 44.